В самом автомобильном городе на Дальнем Востоке сегодня ощущается конкуренция. Я нахожусь рядом с одной из сенсаций. Это формульный болид самой быстрой автогоночной серии в стране. Формула Мастерс Раша, которая сегодня с самого утра впервые покорила город Владивосток своими контрольными заездами. Приморские дороги еще никогда не испытывали такого напряжения. И хотя Золотой мост – это не гоночная трасса Формулы-1, болидам Кубка России не мешала накалить асфальт до предела. 320 км в час. Формульным болидам подвластна и такая скорость. Во Владивостоке так не разгонялись. Проехали по мостам и острову Русский по правилам дорожного движения. Но даже такой заезд оставил автогонщиков под впечатлением. Покатался по мостам, съездил на остров Русский, посмотрел университет. Действительно очень красивый город, приятные люди, обилие японских автомобилей. В общем, все классно, мне действительно нравится здесь. Фестиваль автоспорта «Скорость Приморья» впервые взял курс на самую дальневосточную точку России. Высококлассную технику из Москвы во Владивосток везли в спецконтейнере и по городу перевозили с особой осторожностью. Мы понимаем огромный потенциал Дальнего Востока, мы понимаем огромный потенциал спортсменов, тех людей, кто здесь живет. И именно для этого команда СПСР «Формула-1» приехала сюда, приехала для того, чтобы показать свои болиды, показать свое искусство. Ну и, разумеется, вовлечь. Вовлечь в автоспорт, вовлечь в этот замечательный, увлекательный мир. Станислав Сафронов в детстве не упустил ни одну программу о гонках. Теперь он сам мелькает на экранах. Его счастливое число – 44. Именно оно на корпусе уникального авто. Однако не от цифр зависит победа. В итальянской автогоночной машине есть пишущее устройство, которое запоминает все, что делал пилот во время заезда. Бывают моменты, когда действительно там что-то испугался, но это уже, наверное, из-за того, что у меня большой опыт или как-то эти моменты, то есть ты их пропускаешь очень быстро. То есть, да, там произошло, что-то раз-раз и уже все. Ты уже сосредоточился на гонке, на своих поступках и работаешь дальше. Во Владивосток приехали не на соревнования. На центральной городской площади пилоты рассказали об уникальном устройстве своих скоростных машин. Пустили всех желающих внутрь болида. Вообще-то формула – это элита автоспорта, вершина айсберга, так сказать. И, естественно, это огромный шаг в продвижении значимости и культурного развития нашего края. Все время на площади болиды были под специальным навесом. Выезжать из-под него не стали. В целях безопасности организаторы отказались от показательных заездов. Но многочисленные взгляды и сотни фото на память намекнули московским гостям, что во Владивостоке их ждут уже на гонке. Юлиана Синько, Александр Малогин, Панорама.